Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! И это очередное видео уже с Магнусом 17-летним. Посмотрим, какие здесь фигуры выпадут. Белые фигуры мне достались. Так, открытый дебют. Какой дебют мы еще не играли открытый? Испанская была. Давайте дебют четырех коней. Я так помню, вроде бы когда-то даже было. Было, было вот это, да? С каким-то ранним уровнем. Я просто не думал, что я далеко так зайду. Но точно помню, что было что-то. Заберу здесь. Взяли, взяли. Слон. Так, слон сюда, да? Ну, хорошо, шах. И он сюда. Так, ну что? Рокировку можно, наверное, просто сделать. Да и все. Пускай бьет меня. Я тоже заберу. Но он, наверное, здесь может С6 сыграть, да? Просто выиграть темп. Дальше С6 и Д5. Посмотрим. А, вот он просто бьет. Ну, я тоже бью. И вывожу вот сюда слона. Пока вывожу вот сюда слона. Пешка под боем. Наверное, все-таки Д6 сыграет. Хотя, Д6 этого слона ограничивает. Может, С6 Д5? Ну, на С6 Д5 у меня всегда будет там С4 где-то. Сразу или позже, чтобы пешки разменять. Ну, такое окончание, конечно, скучноватое. Но в то же время, помню, черными, по-моему, кто-то из великих тут выиграл. Крамник, кажется, в одном из турниров Вейконзея выиграл. Чуть ли не у Люка Ванвели. Ну, Крамник черными выиграл. По-моему, черными. Так. Ну, даже на Е4 и Е5 он играет. Ладья Е1, Д5. Ну, давайте. Ладья Е1. Так, из общих пока соображений. Посмотрим, что будет дальше. Что будет дальше? Ну, Д5 надо играть. Да, Д5 надо играть, развиваться. Я пока, наверное, просто подведу короля к центру. А почему бы и нет? На слон Ф5 я сыграю слон Д3. Слон Д7 как-то пассивно. Там Б4, кстати, где-то может быть, да? То есть, если он сыграет как-то слон Д7, Б4. Отошел слон Д6. Да, вот тут какие-то есть нюансы. Связанные с этим ходом, видимо. Они ему не понравились, да? Ну, хорошо. Если он не ходит слоном. Может мне самому С4 пока. С4 он, правда, Д4 может. С4, Д4. Ну, что? Ну, пускай будет С4, Д4. Д4, так Д4. Три пойду. Поле на Е4 где-то уже будет. Там АТ4 ход тоже есть. Да, вот видите, он Д4 сыграл. Ну, хорошо, я сюда пошел. Не вышло, я думаю, еще позиции за рамки примерно. В Р6 он может, конечно, сыграть. С1, Е6 он может сыграть. Да, он слон Е6 он играет. Хорошо. Я пока А3 с идеей Б4. Но он может А5. Он может А5. А5, и мне тогда, наверное, нужно будет Б3. Потому что если он А3 еще сыграет, это Б5 как-то будет прорываться. А нет, сюда пошел. Ну, хорошо, Б4 дает, да? Хорошо, Б4. Я думаю, по черным полям пешки поставить мне здесь удачно. Можно. Кстати, слон совсем не может. Может слон Ф8 вообще сыграть, да? Подальше туда его. Слона от размена. Его, вообще, конечно, этого чернопольного... А, я хотел сказать, не нужно менять, а он, наоборот, хочет его поменять. Ну, хорошо, я меняю. Можно Ц5 дальше попробовать. И вроде как пешки неплохо стоят для белопольных слонов. Но пешка Д у него такая неплохая. Слон на Д3 тоже, в принципе, не очень плохая фигура. Как я могу дальше? Может мне А4, Б5 как-то пробовать? А4, Б5. Ладья Е5. Ну, Ладья Е5 это странный ход достаточно. Б5, да? Ну, можно. Я думаю, можно и нужно. А4, Б5. Такой план. Так, и на ферзевом фланге здесь идея есть. Я прикрыл вот здесь по центру все поля вторжения. 1 пойду. А потом Б5. Нормальный план, а почему нет? Так, ну, хорошо. Ф5 он хочет как-то или нет? Или слон? Нет, слон Ф5 вряд ли он будет. Если я сразу... Нет, я сначала вот так ладью подведу. А потом уже сыграю Б5. Что вот ладья уже могла, в случае чего, даже забрать. С давлением на пешку. А может А, Б с давлением на А7. А может даже слоном с давлением на ладью. Ну, видите, не реагирует совершенно на это все. То есть, вот он показывает, что мне твои усиления абсолютно не интересны. Да? Слон Д5, может он пойдет сейчас, да? Слон Д5. Кстати, я пешку на Ц5 ослабил, на всякий случай. Ну, вот он и пользуется. Смотрите, какой он. Ну, что, надо бить. А потом уже вторгаться ладьей на Б7. Уже ж такой ход, как С4 не работает. Может, ладья Б5, а потом ладья А5. Или ладья Б5 С4 потом. Ну, нет. Я думаю, с кислона надо сохранить. А, ладья Б5 же нельзя. Он же пешкой забрал. Ну, хорошо. Я ладья Б7. А он тогда может А5 пойти. Да. Может мне самому А5. Он заберет, а я ладья Б7. Наверное, так и надо, да? Так и надо. Но он, правда, может ладьей защитить пешку. Сыграть, например, ладья Е7. И что я буду делать? И тут возникают вопросы. Пешка же на С5, она особо без защиты так стоит. Если я А6, ладья Б7, он король Ф6. А, сюда? Это он с намеком, что просто хочет ославить, в этом забрать на С5. Ну, у меня тут выбор есть, конечно, да? Я могу здесь просто сыграть или А3, или ладья Б7, он забрал. Ну, правда, да. На Б7 он забрал. Потом вернулся. Я забрал он сюда и отошел. Пешка может пройти, кстати. Если я пойду сейчас ладья Б7, или может быть А6 пойти. Он заберет, я напал, потом ладью. Но нет, он же ладья А8 может сыграть. Нет, ладья Б7 я попробую. Давайте ладья Б7. Ладья Б7 почему? Потому что А3, ну, скорее всего на С5 просто заберет. И на этот ход он сыграет А6. Там как-то, может, С4 дальше будет. Нет, давайте ладья Б7 активно все-таки. Активно, активно. Заберет я ладья Ж1, оттесню. Обратно я побью. Он забрал, я А6. Ну, хорошо, оттесню. Ну, уже у меня форточка, да? То есть, если ладья с линь Аш уйдет, я уже на Аш 2 могу убежать в случае ладья Е1. Такая вот динамичная партия. Кто бы сказал вначале, да? Ну, этот шпиль такой интересный. На С5 я зря, конечно, слабил. Зря. Бьем. Надо бить пока дают. Бьем. Он бьет. Я А6. Он С4. Я беру, он берет. Я отхожу. Ну, там может быть очень опасно. Я не знаю. Не знаю, не знаю. Пешек у меня, конечно, меньше будет сейчас на одну. Но у меня проходная пешка, она может стоить даже фигуры. Так, ну что? А6 играет, да? Ну, вот играя такую позицию с человеком, всегда полон радужных перспектив. А против компьютера постоянно ищешь какой-то подвох. Ну, в принципе, подвох-то надо искать в любом случае. Но в случае компьютера подвох и вероятность этого подвоха удваивается, то и утраивается. Если не у десетеряется, да? Ну, как он дальше хочет это все останавливать? Я хочу ладья Б7, а7 и... Так, это что? Слон Д5 он хочет? Ну, неужели Слон Д5 настолько сильная угроза? Не понял. А, Слон Д5, С5, может быть. Ладья Б7, Слон Д5 пошел вперед. С5. А, понятно, да. Я понял. Ладья Б7, Слон Д5. А7, С5. Поставил ферзя, взяли-взяли. Он взял еще там. Еще и на Ж2 тоже. Так, неприятный ход, надо сказать. Слон Д5. Хорошо. А может тогда попробовать... Попробовать... Просто попробовать с ладьей. Но нет. Нет, там же Ж3, кстати, нельзя играть. Если ладьей по первой линии нет. А может мне сыграть... А, ладья Е1, это ладья А5. Смотрите, как у него все срослось, а? Как у него все срослось. Ладья Б7, Слон Д5. А7, С5. Ну, там же же Ф3 не сыграешь, да? Слон Ф3. А если Ж3, то ладья А5. И до свидания там. Или выигрыш ладьей или мат. Да, если он Ж3 вызовет, это будет опасно. Ну, а как мне тогда играть? А, Слон Ф1 же ход есть, кстати. Так, на всякий пожарный, да? Так, может тогда ладья не Б7? Ладья Б7, Слон сюда. Я защитил он туда. Может Слон Ф1 сразу сыграть? Слон Ф1. И потом ладья Д7 на Слон Д5. Непонятно. Слон Ф1, да? Ну, давайте профилактику такую заранее защитим. Слон Ф1 сыграем. Посмотрим, что он будет делать. Посмотрим. Да, сюда пошел. А теперь я сыграю ладья Д7. Кстати, он же перекрыл еще пятую. То есть ладья вроде как может баражировать по первой. И даже не только по первой. Хотя, если я сыграю ладья как-то А4, то ладья Е1, сугроза ладья Ж2, ладья Ф1. Нет, давайте-таки сюда, на Д7. В случае чего побью слона. Даже так. Если можно будет прорваться. Ну, то есть идея в чем? То, что на С5 где-то... Да, и сыграть на силу пешки А. То есть как-то Ж2, сугроза ладья С3, сугроза ладья С2. Попробую. Вот сейчас на С5 можно А7. Потом Ж3. Забрал, забрал, сугроза ладья С2. Так, ладью защитил зачем-то. Зачем? Вот это А6 ход совершенно непонятный. Так, хорошо, А7 попробую. А7 ладья А8, да? А7 ладья А8. Нет, давайте Ж3 все-таки. Ж3, она ладья А5, сугроза ладья С2. Слона этого надо сбивать с Д5. Такими радикальными методами. Ну, А6 ход совершенно непонятный. Зачем был сделан? Ну, А5, конечно, он не хотел, чтобы ладья А5 была возможность. Ну, А6 это ход ради хода, видимо. Король сюда перешел, да? Так, если я вперед пойду, то ему однозначно надо будет ладья А8 ходить. Я заберу, он заберет. А, так он же может просто побить тогда пешкой. Не обязательно ладью бить. Так, а если я в этой позиции просто сыграю слон Ж2? Взяли, взяли. Он вперед. Слон Ж2. Может быть, стоит сыграть слон Ж2? Или А7. А7, ладья А8, слон Ж2. Взяли, взяли. Ладья Б5 пойдет. Нет, не получится. А, может быть, вот так. А7, ладья А8, слон... То есть, ладья Б7, С5, слон Ж2. Слон Б7, слон Б5. И все-таки у меня там фигура будет. Давайте попробуем. Уже не досчитываю до конца. Но сразу. Ладья Б7, С5, слон Ж2. По виду так можно. Хотя... А-то нет. Ладья Д5... Нет, ладья Д5 не получится. Ладья Б7. Дальше. С5, слон Ж2. Он бьет на Ж2, я бью на Ж2. Ладья Д8, ладья С... Ну, там же С5, пятую линию перегораживает. Нет, давайте так попробуем. Посмотрим, что будет тут. Дальше. Что будет тут дальше? На Ф7, кстати. И на слоне Д5 все держится. С5, слон Ж2. Так. Ну, ты мат хочешь поставить, я понимаю. А-а-а, ладья Б5 будет. Чего я не заметил. Ну, какой же он хитрый, а? Получается, слон Ж2 надо ходить. И дальше после взятия... Там и ладья Б8 не помогает. Ладья Б5 он сыграет, да? Да. Ну, там шансы на ничью только будут. К сожалению. Не заметил я ладья Б5. То есть, если он берет здесь... У меня даже ладья Б8 хода нет. Потому что он дает шаг, я забираю, он забирает. Я забираю, мне ладья пассив. Поэтому надо 5-е брать королем. И дальше ладья Б5, видимо, да? Вариантов просто нет других. Ну, ладья Б5, я в принципе тоже не обязан его бить. Так, обязан его бить. И подключить в игру. Может ладьи сохранить, да? Ладья Ц7 пойти. Да, вот без этого хода было бы уже все. А ладья Б5 я не заметил. Как он это все сделал, да? Вот он Швиндель, тот, который остался в тени, да? За кадром. Так, шаг. Можно ладья Ц7 попробовать. Можно ладья Д7 попробовать. Ладья Ц7, ладья Б6, да? Можно взять-взять, потом просто короля подтягивать. Ладья Б5. Нет, наверное, все-таки надо брать. Заберу. Король Ф3 потом. Да, вот он так и считал. Ну что, если в этой позиции просто ладья Б5 сюда. Забрал он сюда. Нет, вот эти пешки меня напрягают. И если останутся вот эти две пешки, это будет тяжело. Мне надо забрать вот эти две. За вот эти две хотя бы, чтобы ничья была. Как это лучше всего сделать? Шаг, король, Е5, да? Нет, надо короля своего подтягивать. Без короля в эндшпиле, конечно, трудно очень играть. Король Е5, ладья Б5, король Д6 забрали. Сюда, сюда. Шансы есть, конечно, на ничью. Но небольшие, прямо скажем. Так, если я сюда, он король сюда. Я король Е4 сюда забрал, сюда. Дошел. Нет, наверное, можно, да? Ладья А5, король Д5. И дальше, может быть, король Ф4. Он сюда, Е сюда. Как-то надо цепляться, да? Надо цепляться. Урожает взятие с шахом. Значит, король Д5... А, король Д5 нельзя. Король Д6 надо ходить. Король Д6, король Е4, король С5. Король Д3, да? Он сюда, я отошел. Ну, как-то надо. Как-то надо. Король Д6. А, вот даже так. Ничего себе. Это если я заберу, то что он хочет? Сюда. Королем ныряет, да? Так, а если я побью? Подождите. Если я побью, он ныряет королем. Я король Е2. Ладья все-таки в пассиве у него. А, тогда он Б4, да? Ну, так я королем Д2. Он Б3. Я сюда. Но ничья, наверное, есть уже. То есть, ладья бьет Б5, шах. Король отходит, я бью пешку. И здесь уже, ну, точно ничья будет. Но, может быть, больше даже, да? Может, С3 вообще пойти? Ну, С3 это как-то ультра-тонко. С3, король Д5 забрали. Король С4 нет. Это не похоже. У него же все равно шахи тоже по 8 будут. Поэтому, наверное, все-таки надо брать на Б5 с шахом. И дальше. Или забрал здесь король Д4. Король Е2. Пошла пешка на Б4. Может быть, опасно. Или король С3. Забрал, забрал. Ну, наверное, и так, и так можно, да? Хорошо, забрал с шахом. Не знаю, может, сильнее было что-то, но... Забрал с шахом. Король Д4 надо ходить. Я бью, он бьет. Кстати, он уже пешку там защищает, да? То есть, мне все-таки 3 против 2 придется играть, видимо. Ну, хорошо, забрал. Король Е2, он даст шах по 2. А, может, заманить его, то есть, сыграть король Е2, пусть дает шах и король Ф3, а потом ладья Ф7 будет, да? Да, наверное, можно так. То есть, я сыграю король Е2, он дальше шах и король Ф3, король Д3, ладья Б7. Ну, главное, не зевать. Но ладья Е7 это ошибка, наверное. Король Д2 будет ход. За пешку буду держаться. Она, кстати, проходная на всякий случай. Ну, если он даст шах, король Ф3. Ну, Ф5, наверное, как-то по-хорошему, да? Ну, Ф5, ладья Б4. А, вот он все-таки дает возможность. Ну, тут надо грамотно играть. Тут надо играть грамотно. Например, ход ладья Б4, да? Он пошел. Ну, хорошо, ладья Б4, наверное, ход неплохой. Проходная у меня есть. Даже не знаю, может, уже с позиции силы я играю. Ну, длинное такое окончание, видите? Очень такое непростое. Так, вот он сюда. Ну, хорошо. Ж4, то есть Ж5 пока хода у него нет. Это ладья Б5 будет. Хорошо, я подошел сюда. Например, хочу ладья Б5. Он, скорее всего, ладья Е7 пойдет. Ладья Е7, король Д2. Будем танцевать, смотреть, как он будет. Да, ладья Е7, король Д2. Смотрим дальше. Ж5 пока тоже нет. Ф5 как-то неграмотно. Там Ф4 будет. На Ж6 слабость. Все-таки вот проходная есть проходная. Может, мне стоило вообще как-то ладья Е4 пойти? А, вот так, да? Вот так. Хорошо, давайте. А, с этой стороны же там будет. Если с этой стороны ладья Е2 и ладья Б2 взяли, взяли сюда, туда. Ну, все, похоже на нещу, конечно. Может, шаг просто дать, да? Дать шаг. Давайте дадим шаг. Зачем нам? Зачем нам уходить в какие-то депоту? Ладья Б2, зачем это? Ладья Б2. Так, ну, тут тоже шаг. Посмотрим, хочет ничью или нет. Король Ц5 сыграет или нет. На Король Ц5 можно попробовать ладья Ф4 пробовать. А, вот Король Ц5, смотрите. Я думал, может, ничью будет просить. Так, а если я сюда, а потом Король Ц3? А ну-ка, давайте попробуем. Сюда сначала. Напали на пешку. И тут ему, наверное, все-таки как-то Ф6 надо ходить. А я Король Ц3. И где-то буду поджимать. Где-то буду поджимать. Король Ц3, ладья Е2 не страшно. Пока не страшно. Как он дальше будет? Ж5, ладья Ф5. Я хочу ладья А4, да? Д4 я не особо хочу. Ладья А4 хочу. Так, переводит с этой стороны. Ну, мне ладья Б4 ходить. Наверное, еще пока можно, но зачем? Если я могу дать шаг. Такой вот проверочный шаг. Посмотрим, куда он пойдет. Может, будет двигаться туда Королевский. А, сюда пошел. Хорошо. Король Д4, ладья подошла. На ладья А2, Король Е3 успеем. Да, наверное, так надо. Ну, все около ничей, конечно, крутится. Тут я их... Но не очень большого. Так, ладья А2, Король Е3. А, вот он хочет проходную, да, создать. Ну да, при ладье на шестой линии, конечно, у него это может получиться. Получиться. Хорошо, пока сюда пойду, чтобы аж 4 хода не было. Пробуем. Ну, это битва, битва, да. Конечно, позиция равная, но кто-то может ошибиться. Так. Хорошо, я сюда зашел. Там, наверное, хочет ладья Е7, да? Ладья Е7. Ладья Е7, кстати, Король Ф3, Ж4 не очень интересный мне. Король Ф4, ладья Е2. Да, наверное, я закроюсь. Закроюсь, и это... В случае размена должна быть ничья, но... Он, скорее всего, не разменяется. Потому что мне не хотелось Король Ф3, там Ж4 был ход. А, вот он так хочет поменяться. Так, тут надо быть, кстати, аккуратным. Тут бывают такие моменты неприятные. Кстати, а выбора-то нет. А выбора нет уже. Надо бить. Ну, я не думаю, что тут обязательно нужно проехать. Стороны белых. Но бывают моменты. Так. Моменты, связанные с цукцвангами. Например, Король на Ф3, пешка на Ф4, пешка на Аш3. Так, Ф4 ход интересный. Ф4, Ж4, да? Всегда будет маячить Аш4. Может, конечно, Ф3 пойти, но смысл этого хода не ясен. Если пойти Ф4, он должен Ж4. Я играю Король. Д4, он Король Д6, сюда, туда. Мы крутимся, в общем, да? Он меня может обойти там? Нет, я думаю, Ф4 можно ходить. Если как-то и ходить, то только Ф4. Потому что Король Д4 где-то уже... Это уже может быть то, чего я боюсь. Поэтому я Ф4, он на Ж4. Буду просто стоять возле пешки Е3. Буду стоять. Ну, Ж4... А, вот так даже. Ух ты какой. Не понял я юмора. Не, я, конечно, понимаю. Есть такой контрудар, да? Но давайте посчитаем. Разве что он так уверен в этом всем. Есть два хода. Взятие пешки на Ж5, взятие пешки на Ж4. Если я бью на Ж5, то он явно должен бить на Ж3, да? Я играю Д4. Он дает шаг, я Король сюда. И он подходит. Блуждающий квадрат у меня не касается края доски. Я даже просто не успеваю его достроить. То есть бить на Ж5 нельзя, получается. Бью на Ж5, он бьет на Аш3. Я играю Д4, он Ф4, Король Ф3 и Король Е6. Король Е6. Ж6, Король Ф6. Да, нельзя на Ж5 бить. Хорошо, я бью на Аш4. Если он Ж4 ходит, то у меня наоборот. Блуждающий квадрат касается края доски. Ну, что это такое? Я бью на Аш4, он Ж4. Я играю Д4. И вот этот квадратик, он касается края доски. Вот он, да? Я его просто этими пешками разрываю. Короля на две части. А если он побьет, вот это самый важный момент. Я играю Король Ф3. Он Е6. Ж2. Дальше. Д5. Х3. Д4. Бью. Он бьет. И получается на минированные поля. Король Ж5, Король Е4. Но я могу просто отойти вниз. И благодаря тому, что пешка Ф5 не пересекла середину доски, это будет ничья. То есть вот это ничья. Это ничья должна быть. Он бить, то есть он Ж4 ходить не может. И я просто иду к пешке Аш. Вот смотрите. Я иду сюда. Он идет к пешке Д. Иначе я просто пешку Д поведу, потом съем. Ему надо Король Д6, Король Е6. Да. Я захожу с этой стороны. И он, получается, должен бежать. Он, правда, за пешке Ф может побежать. Сюда, сюда, сюда. Но он не успеет. Ему все равно на Д3 бить надо. Вот как раз интересная позиция. Король Д4, Король Х4. Король Д3. Вот. В этой позиции я бью. Он должен Король Д3. И на ход Король Ж5 он играет Король Е4. И выигрывает. Но позиция такова, что можно подержаться пока. Вот это типовое положение, это учебное. То есть пример вот этого Эншпиля, это как раз пример наглядный того, что надо изучать окончание. То есть если бы я сыграл тут Король Ж5, то будет ход Король Е4. Я проиграл. Если я попытаюсь его обхитрить ходом Король Х5, то он меня обхитрит сам. Потому что он не Король Е4 сразу сыграет. Тогда Король Ж5, конечно. А он сыграет Король Е3. И мне придется при Короле на Х5 играть Король Ж5. А потом он спокойно сыграет Король Е4. То есть можно сказать, потеряет темп. Но благодаря тому, что ни моя, ни его пешка не перешли середину доски. Вот здесь они фиксированы, находятся. То в этом случае я могу просто спуститься вниз. И когда он заберет на Ф4, стать Королем на Ф2, держа позицию. Достигая известной теоретической ничьи. А если бы вот это все дело сдвинуть на вертикаль, вернее на горизонталь вниз, то это, получается, было бы уже проиграно. Потому что такая же позиция при Короле на Ф1 и Короле на Ф3, пешке на Ф4, она была бы для меня проиграна при любом очереди хода. При любой очереди хода, вернее. Поэтому здесь я могу сделать ничью Король Ж3 или Король Х3. Ну, на Ж3, наверное, лучше. Это ничья будет. Так, сюда, теперь сюда, конечно, только так. Но он бьет, да? А, ну вот он еще хитрит, да? То есть он хочет, чтобы я сыграл Король Ф2, тогда он заберет на Ф4 и выиграет. Ну, я могу просто крутиться вокруг поля Ф2. Не обязательно Король Ж3. То есть я могу вообще сыграть даже вот так, смотрите. Я даже вот так могу сыграть. Пускай бьет. Ну, вот он тоже крутится, видите, хочет обхитрить. Но он не обхитрит меня никогда здесь. Ну, это не обход, это что-то. Танцы. Танцы с бубнами, да? Просто на Ф2 не надо ставить Короля. А вот теперь уже, когда он забрал, ставит. Ну, и тут уже ничья. Так что, ребята, изучайте Эншпиля. И будет вот так вот ничья. Два Короля остались. Но это была титаническая битва. То есть я где-то немножко упустил свои шансы. Но и соперник тоже продемонстрировал свою, видимо, одну из лучших таких вот партий. То есть, несмотря на такое вот пресное начало, дебют, вот такой вот разменный вариант. Усушка, утруска. Все равно, я думаю, Эншпиль получился достаточно динамичным. Ну, и мы с вами этот путь получасовой прошли, я думаю, не скучая. Еще один пример, за что можно любить шахматы, пешечные окончания. Поэтому изучайте Николая Григорьева, шахматное творчество Григорьева. Изучайте книгу Карстена Мюллера, пешечные окончания на английском языке. Ну, а также учебники Марка Дворецкого и Панченко, Александра Панченко. Спасибо за внимание. До свидания.